Друзья, всем привет! Сегодня верунение, необычный вечер, суббота, 30 октября. Видишь такое, это же Хэллоуин, по-моему, да? Вот будет какое-то действие, ну, празднования какие-то будут проходить, наверное. Или подождите, думаю, наверное, завтра, воскресенье. Ну, я не знаю что, но сегодня народу просто трындец. Смотрите, сколько здесь всяких шоу, бары все открыты, народ просто тусит. Музыка живая на улице. Народа просто капец. Целая улица заставлена столами, народ сидит прям, бухает. На всей, на территории всей улицы. И вообще, вот центральная площадь здесь с местной ратушью. Ну, как, какое-то административное здание такое. И здесь, смотрите, какая тусовочка. Вот как-то так. Пипец, народ, а ну. Я вообще не ожидал, вышел просто пройтись и не думал, что здесь так будет. Движение такое. Очень много людей. Ну, тут как бы уже не так. Есть кое-кто в раскрасках этих хэллоунских. Или как их правильно назвать. Ну, хэллоун, по-моему, завтра, если я не ошибаюсь. А может, я ошибаюсь, поправьте меня в комментариях. Вот, чтобы вам было понятно. Вот, смотрите, вся улица. Ну, как, не вся метров пятьдесят улицы просто забита народом. Куча бара, вот, кстати, ходят тоже разрисованные люди. И вообще, прикольно так. Короче, Движ-Париж, праздник. Ветер, правда, может задувать микрофон. Смотрите, как здесь весело. Ну, вот такой place. Это центр, еще раз повторю. Здесь постоянно вечером как бы оживленно, но не на такой степени. А сегодня прям, ну, вообще. Здесь уже так чуть поменьше. Это центральный такой проспект. Ну, все равно людей много. Здесь этот праздник отмечают, я так понял, наверное, не один день. Выходные начались и понеслась. Магазины еще работают некоторые. Скоро закроются. И будут работать только бары, кафешки, клубы. Все такое. Вот магазин шоколада. Шоколад из шоколады с Дейрун. Магазин чисто такого авторского. Авторских изделий из шоколада. Да, вот, смотри, дядяга. Сейчас сядем. Интересный стиль. А впереди вот эта улица, на которой этот весь движ происходит. Сейчас поднимусь в магазин. Это осветительная оптика всякая. Ну, вернее, ламп. Торшера, светильничка. Здесь слева идет стройка. Как бы не очень интересно. А здесь вот поприкольнее будет. Сейчас еще раз подойду к этому place. Вот, смотрите, народа возле пара. Просто, кипец. И там дальше. Ну, здесь вот самое такое эпицентр творческой. Движутки. Ну, как, живая музыка всегда интересная. Красиво играют. Сейчас все рассмотрим. Послушаем чуть-чуть. Народ сидит просто. Субтитры делал DimaTorzok 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 Девчулистая 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 а там просто все и побухают не так интересно всем привет друзья гуляю по ируну иду сторону гор я там еще не был ни разу вот впереди улица упирается прямо гору и я хочу туда ту сторону дойти посмотреть что там за как вокруг картина живой райончик погода сегодня такая пасмурная не жарко сегодня 31 октября буквально позавчера было 30 градусов плюс сегодня слава богу не так жарко хотя это 30 градусов тоже жарковато для этого времени года здесь ну тем не менее было так сегодня по прохладнее поэтому есть желание походить ну как походить пройтись справа кто это парк перекрестки видите здесь осень вообще как бы по деревьям не ощущается они как бы стоят постоянно зеленые вот тоже зеленое дерево он зеленая трава зеленая хотя параллельно вот и желтые листья есть я не пойму они то ли они выпадают другие сразу вырастают вот такие домики тут все дома с такими балконами довольно большими и ставлю красиво дверь входная прикольно какой забор с набора веточек тоненьких смотрите надо было их понатыкать только заморочиться с этим вот аптека формация жилые кварталы все так зелено красиво вот здесь вот наверно такой самый оптимальный климат в этой части испании не жарко летом принципе таки везде жарко да но в остальное время года не холодно не жарко но очень часто бывают дожди что атлантика океан километре от этого города ну как бы где ближе где дальше всю погоду здесь диктует атлантийский океан а он такой знаете как бы чуть-чуть не всегда было приятный прикольный круг здесь вот эти вот круги на дорожных развязках они всегда декорируют зелеными насаждениями так интересного какой-то укатчик асфальта древний посредине зеленая зона дома красиво здесь нет таких вот убогих панели как у нас часто бывает но там уже видите уже холм уже гора начинается можно кстати туда пройти посмотреть здесь вот интересный райончик дома такие оригинальные все небольшие в два этажа окна ставнями классно целый коттеджный микрорайон такая около дорожка на две полосы даже с разметкой вообще оборзели испанцы смотрите какое футбольное поле классно подстрижено все ли это искусственно то не вроде не искусственно нет не искусственно живая трава живой газон деревья защищены я не знаю кого-то кто-то может повредить или что зачем вот так вот до самой кроны дерево обмотано какой-то мешковиной непонятно но вот дерево кстати цветет конец октября дерево период цветения это листика черешни так здесь наверное начинается гора и проходит вдоль горы трасса и все я сюда выше уже как бы не попаду на это уже нужно идти в дикую природу просто тупо заходить в лес и там бродить не знаю насколько это будет правильно конечно интересно зайти глянуть хоп 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 перехожу перехожу да тут не зайдешь здесь вообще какой-то ручей внизу течет вот так вот и там начинается дальше дикий лес все я туда не пройдем у меня кроссовки в сапогах идти ладно пойдемте в этот коттеджный поселочек там погуляем отдельно проезжая часть отдельно лево дорожка отдельно пешеходная дорожка вот еще одна не знают или две пешеходной дорожки так вот смотрите все настолько зеленая так пахнет лесом все такой район красивый какой фасады интересны цвета правда разные красят и в зеленые ставни и окна и балкон и в красный и в коричневый любой видите здесь такой закрытый поселочек интересный здесь район только тут пешеходной дорожки я так понимаю толком нет это проезжая часть получается и справа слева парковки и все идти аллеек таких для пешеходов отдельно я не вижу рядом парк небольшой из лавочки можно посидеть вот такие вот балконы на домах какой-то типа фонтанами не просто клумба с хвойными такими туями вот такой вот парк даже можно присесть не хочу сидеть хочу походить классно колонка снизу к интересно даже вода есть все работает да не был ни разу в этом районе честно скажу первый раз сюда забрел он такой как будто как отдельная такая деревушка не сильно конечно деревушку похоже но тем не менее тут нету таких высоток как вот там вот осталось за не свое такое комьюнити интересно куда я выйду дальше там кстати тоже сейчас гора будет я думаю что эти все постройки прутся в гору и на этом закончится вся инфраструктура с этого коттеджного поселочка я вышел уперся в трассу в проезжую часть можно пойти вправо туда вниз но это так понимаю город вернуться на и либо вот сюда вот на выход в сторону гор на выход с города наверно там тоже самое там смотрю проходит автоострада когда машины шумят и всех ну пройдусь посмотрю слева вот этот район коттеджный здесь такая высотка ну как высотка внутри 4 5 5 этаж детская площадка есть там какое-то заведение наверху какой-то большой дом живой дом или какой-то да здесь получается проходит трасса и под трассой проходит еще одна трасса вот это вот которая справа от меня и здесь такой мост и дорога уходит куда-то вниз сейчас посмотрим так прошел я под мостом и сюда уже дорога упирается в такую горную местность вот склон горы там пасутся фермерские барашки вот там уже наверху какой-то фермер живет уже такая сельская местность начинается настоящая и слева тоже холмы они вечно зеленые не знаю здесь и много держат скота и тех же овец но я никогда не выйдет не видел чтобы вот склон был выйден там найти у нас выбивает выгрызает если большое стадо здесь настолько быстро отрастает трава в холме всегда всегда вечно зеленая там довольно большое стадо барана так дальше идем все уже смотрите скала настоящая каменной породы нависает прямо на 100 метрах от дороги здесь такой уже полностью частный сектор почти здесь ручей пропитает такой вот мотик еще вода вода всякая чистая не канализация какой-то горской чистая вода чистейшая здесь какая-то компания справа и опять такие трех-четырехэтажные дома классный район тихий такой вот такой вот квартал еще один да это горный ручей форель ловить на она можно где-нибудь смотрите настолько прозрачная чистая вода чистейшая вот такой вот канал здесь идет вдоль всего вот этого живого массива а справа сельская местность выпасы для животных вот там вот наверху на склоне пасутся коровки там живут сельские жители фермера вот такая вот испания перехожу еще одну один перекресток слева есть дома тоже склон с выпасами здесь территория какая-то закрытая там может какой-то монастырь потому что он какой-то дом с крестом на фасаде вот так дорога заканчивается вернее пешеходная аллейка наверное и все здесь какой-то бар а друзья все здесь пешеходная дорога заканчивается и собственно заканчивается сам город ирун стоит знак вот ирун конец все дорога дальше выходит куда-то на автобан или я не знаю все а здесь вот такая территория застроек заканчивается поэтому пошел я назад все дошел до конца городка в Испании пока у меня не возникало проблем с видеосъемкой как бы замечания прохожие не делали и хозяева домов не выскакивали в отличие от Нидерландов там как бы особенно когда вы находитесь в частных секторах и снимаете ну видеосъемку это явно видно то могут выйти у меня был случай выбежал хозяин двора как бы ну покажи что ты снимаешь это мой дом я говорю да ну якобы турист я снимаю всю улицу мне как бы ваш дом особенно никакой роли не играет то есть покажи покажи то есть посмотрел мое видео попросил удалить отрезок с его домом я удалил этот отрывок он все окей ну проблем такой ну ладно как бы так вот а если бы я допустим сказал нет я не буду удалять он мог это вызвать наверное полицию и меня попросили уже так сказать с буквы закона это сделать потому что видимо это там запрещено потому что частная собственность превыше всего таковы правила в Испании пока такого не было хотя тут особо таких частных районов нет ну испанцы сами по себе они такие апофеисты знаете как бы все нормально всегда улыбаются всегда на позитиве такого ну другой менталитет абсолютно в людей здесь в Испании именно испанцев и тех же самых голландцев вот такая вот история короче чешуя назад прошел посмотрел до конца ируна дошел в эту сторону все теперь я буду узнать где заканчивается ирун в этой стороне потому что здесь я еще не был ни разу ну ладно будет что-то интересное я еще покажу так опять вернулся я сюда куда я выходил с этого коттеджного поселочка и сейчас пройдусь туда ну пойду к центру города только через его поливают он стадионная она смотрите какая строила до зубасит сейчас опять вот здесь вот круг такой и на этом кругу можно пойти в принципе в любую сторону влево вправо здесь ну как такая развязка автомобильная получается это где стоит этот укатчик асфальта укатчик только его там так засадили туями что его уже там не видно в этой клумбе поливают стадион тот возле которого я шел здесь здесь конечно влажность и так довольно большая и дожди иду часто но тем не менее все равно народ поливает ну там обычный такой район с такой вот застройкой я думаю там ничего прикольного не будет туда не буду идти вернусь назад вот вот так вот выглядят информационные указатели в испании так это косметический салон здесь вообще ремонт идет ничего нету в общем такое ну все друзья прогулялся показал еще часть руна и сам его посмотрел не рады мне было части этого города так всем пока всем до встречи ставим лайки пишем коменты всем добра